Попытка удержать уходящую эпоху, запечатлеть её в памяти и передать воспоминания потомкам. Более 30 лет назад Валентин Степашкин начал собирать сведения об улицах, зданиях, исторических местах родного города. Сейчас, когда Саров буквально за несколько лет претерпел значительные изменения, эти материалы обрели форму книги. Такие появляющиеся здания, они подталкивают всех горожан к очередному познанию истории своего города, воспитанию любви у детей к своему городу. И поэтому в этом важность именно вот этой книги. На презентацию пришли саровчане различных поколений, приобретали книги для себя, друзей, коллег. И тут же листали, пытаясь найти на страницах упоминания о знакомых, но давно ушедших в историю местах, улицах и народных названиях, которые вышли из обихода. Для сохранения истории города, для наших последующих молодых поколений, это очень и очень важно. В первую очередь для саровчан очень будет интересно и полезно знать, что было в городе, что стало и что может быть. В рамках презентации горожане смогли задать интересующие их вопросы. Читателям хотелось знать, как шла работа над книгой, какие этапы проходила проверка информации. Это очень здорово, что полка краеведческой литературы пополнилась еще одним изданием, потому что по истории города у нас не так уж и много книг. Работа над проектом продолжается. Огромную ценность для автора представляют не только официальные документы архивов, но и живые воспоминания ветеранов и сторожилов. Если раньше Валентин Александрович записывал воспоминания, то теперь он делает аудио и видеозаписи. Это будет передано либо в архив нашего городского музея, либо в городской архив. То есть это будет продолжать жить еще долгие годы и послужит исследователям, которые пойдут за мной. По словам автора, своей очереди ждут более 500 очерков. Так что путеводитель по историческим местам Сарова будет расширяться. И каждый житель может внести свою лепту в сохранение истории родного города и поделиться с автором сведениями и материалами из личного архива.